Данный видеоматериал представляет собой видеопособие по эндоскопической хирургии полости носок в носовых пазах основания черепа, ну и соответственно по доступам к окружающим анатомическим структурам. В большей степени ознакомительных целях для молодых специалистов. У нас была задача создать некое видеопособие для докторов, которые только начинают заниматься эндоскопической хирургией, а с теми докторами, которые уже имеют некий опыт, мы бы хотели поделиться нашим опытом. Хотим продемонстрировать методики, которыми мы пользуемся уже многие годы и которые дают хороший результат. Улучшение качества оказания медицинской помощи нашим пациентам в первую очередь. Она ничем не отличается. Мы ее демонстрируем в свете эндоскопической хирургии, применительно непосредственно к практическим навыкам и, собственно, как интерпретировать анатомию в операционном поле, как создать за короткий промежуток времени с минимальной травматизацией тканей максимально для себя выгодные условия в операционном поле. Хирургический коридор для лечения хронической патологии и удаления новообразований полости носа, основания черепа. Мы все много читаем, много учимся, получаем массу информации из открытых источников, получаем информацию с диссекционных курсов, на которых мы ездим, учимся за рубежом у наших коллег и сами пытаемся проводить на сегодняшний день. Но, тем не менее, все эти курсы, они не имеют или в меньшей степени имеют такой определенный фидбэк. То есть, вот когда мы получаем даже видеоматериалы с этих курсов, они, как правило, все разрозненные, не систематизированные и так далее. А вот в данном видеопособии мы все-таки хотим поэтапно разобрать все основные моменты эндоскопической хирургии и как банальных стандартной эндоскопической полисиносотомии, так и доступов к основанию черепа и окружающим атомическим структурам. Видеоматериал использовать как некий гид перед какими-то конкретными вмешательствами. К примеру, надумали сделать драфт-3, посмотрели, совпадает с вашим мнением, видением этой операции. Еще раз в этом убедились и идем в операционную делать эту операцию. Прежде всего, стоит обращать внимание не на технику выполнения оперативных вмешательств, а на анатомию, потому что там находятся ключи к последующему правильному выполнению операций и отработке оперативных навыков. Вот это самое важное. Интерпретация каждого хирурга, подбор инструментария, подбор оборудования, выполнение той или иной техники, она складывается годами. Нет уникальной какой-то теории или уникальной техники. Каждый подбирает все для себя. Работу ассистента, работу в команде, набор инструментария. Основываясь на тех операциях, которые вы увидите в этом видео, вы можете выполнять подборку и изучение дальнейших операций у других хирургов, смотреть варианты использования инструментария, оборудования и так далее. Это просто перечень того, что делает лор-специалист в полости носа и основании черепа, до твердой мозговой оболочки. Если я не знаю каких-то нюансов хирургии, может быть, нужно где-то поучиться, я открываю видеопособие и смотрю, как это делают более опытные коллеги. Смотреть это пособие от и до, наверное, да, полезно. Но гораздо более полезно, на мой взгляд, посмотреть каждый раздел перед, допустим, какой-то планирующейся операцией. Если встают вопросы в собственной практике, как делать, что делать, анатомические ориентиры, надеюсь, что в этом видеоматериале вы найдете ответы на поставленные вопросы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова